Девушки отдыхают Даже когда проснулся Смертокрыл и буквально изменил мир, мы все равно каким-то чудесным образом смогли одержать победу над древнейшим драконом, аспектом смерти, разрушителем миров. Может быть с Легионом у нас на пороге и череда побед закончится? Ведь признайтесь, World of Warcraft становится довольно-таки скучным. Если все будет и дальше так продолжаться, мы всегда будем знать, чем закончится очередная история. Возможно настало время, когда герои падут и начнется новая эра. Все еще не думайте, что это хорошая идея? Так давайте узнаем 5 причин, по которым Пылающий Легион должен победить. Первая причина. Это избавит от скукоты и монотонности. В World of Warcraft у каждого дополнения один и тот же шаблон. Случается что-то плохое, потом мы, герои, с этим сражаемся. Побеждаем, и это плохое уходит навеки. После чего мы празднуем. И так по кругу, как часы. По-моему смотреть на часы совсем не весело. И пусть наше поражение повлечет опустошительный эффект и последствия. Это событие вызовет большой интерес к игре у тех, кто ее уже забросил. Вы только представьте дополнение, где вы не уверены в своей победе, где ваша жизнь висит на волоске, где даже самые могущественные герои были и будут побеждены. Да, некоторых такая идея может испугать. Но согласитесь, это будет намного интереснее очередной скучной победы над главным боссом в конце дополнения. Вторая причина. Судьба артефактов. Наше возможное поражение не только повысит интерес к игре, но и поможет решить судьбу артефактов. Еще с момента их анонса многие игроки испытывают смешанные чувства. Сама идея звучит интересно. Но что будет с артефактами, когда дополнение подойдет к концу? Неужели мы просто сдадим эти крутые оружия? Или же, может, увидим их в следующем дополнении? Победа Легиона – идеальный способ попрощаться с артефактами. Герои их потеряют в сражении или же их разрушат. Отберут. В таком случае мы сможем вдоволь насладиться этими могущественными предметами, не переживая о том, что от них придется просто отказаться в конце дополнения. Третья причина. Совершенно новые миры. Мы провели много времени в Азероте. Находили новые земли и места там, где, казалось бы, провели вечность. Возможно, настало время двигаться дальше. Ходят слухи, что Турелион и Аллерия вернутся в новом дополнении. Их судьба до сих пор остается неизвестной. В игровом мире от них ни следа. Могли ли они наткнуться на какой-то ранее неизведанный мир? Если Пылающий Легион победит и наш мир будет разрушен, нам понадобится надежное убежище. И что может быть лучше, чем миры, которые нашли Турелион и Аллерия? Вы только представьте, целый мир, где нам придется обосноваться, а также подготовиться к атаке на Легион. Четвертая причина. Эпическое возвращение. Победа Легиона задаст не только события и нового дополнения, но и определит то, что будет в будущем. Ведь сколько всего интересного можно придумать, отталкиваясь от этой идеи. У нас будет мотивация спасти мир. Мы сделаем все возможное, чтобы вернуть родные нам земли. И никто не сражается так, как те, кому нечего терять. Никто, кроме тех, кто потерял все и хочет вернуть свой мир обратно. Это совершенно новая история, которую мы ранее не испытывали. Мы потеряли родину. Нужно найти убежище. А еще у нас испопеляющее желание прогнать Легион и Старого Мира. Решается и проблема последующего дополнения. Оно будет напрямую связано с Легионом и нашей победой или поражением. Пятая причина. Смена обстановки. Помимо нового и крутого сюжета, победа Легиона изменит весь мир. Буквально. Забудьте о Смертокрыле. В город приехал новый дизайнер. Катаклизм принес огромные изменения в Азерот. Он обновил Старый Мир, избавив нас от необходимости в тысячный раз проходить те же самые задания и видеть те же самые места. Вторжение Легиона тоже оставится в след на лице Азерота. Или даже за пределье. Возможно, оно принесет что-то новое, о чем мы и не думали. Например, с лица земли могут пропасть Оргримар и Штормград. Некоторые зоны могут быть полностью разрушены. Тогда в других появятся новые задания и герои. В мире не произошло совершенно никаких изменений с тех пор, как Смертокрыл стряхнул Азерот. И с этим нужно что-то делать. Что ж, нам остается ждать, что нам подготовили Близзард в грядущем дополнении. Возможно и правда героям Азерота пора бы проиграть. Не думаю, что вам бы хотелось просто так, после победы над Легионом, сложить свои легендарные предметы в урну. Все-таки эта идея очень интересна. Давно пора начать новую главу в истории Варкрафт. И это отличное начало. А свое мнение по этому поводу вы можете оставить в комментарии под видео. На этом все. Если вам видео понравилось, то вы можете подписаться на канал и поставить лайк этому видео. Всем хорошего ролла. До свидания.